Нельзя отрицать того непреложного факта, что старость иногда бывает страшной. Особенно если человек страдает деменцией. Люди, которые столкнулись с таким заболеванием своих близких, уже привязаны к месту их проживания. И чтобы хотя бы на время снять эту тяжелую ношу, они размещают своих родных в частных пансионатах. И, конечно, принять такое решение не просто для любого человека. И в этой ситуации мы всегда рассчитываем на качественный сервис и добропорядочность сотрудников частных пансионатов. Но везет не всем. Екатерина выбрала долголетие из-за его близости к дому, красивых картинок на сайте и обещаний профессионального ухода и высококачественного медицинского обслуживания. Первичная экскурсия по пансионату на Короленко 140 ей понравилась. Екатерина заключила договор и поместила страдающую деменцией маму в пансионат на два месяца. Стоимость услуг составила 1300 рублей в сутки. На второй месяц пребывания Екатерина приехала к маме без предупреждения и увидела существенную, как она считает, разницу между рядовыми буднями долголетия и днями экскурсий. Женщина забрала маму домой и потребовала назад деньги за оставшиеся дни второго месяца – 24 700 рублей. Тогда же она решила внимательнее вчитаться в договор с долголетием. Оказалось, в нем есть пункт, согласно которому 70% средств, уплаченных за пребывание постояльца уходят в счет услуг, оказанных в первые 30% времени содержания. Поэтому недовольным заказчикам могут вернуть не пропорциональную сумму, а лишь ее остаток. Но Екатерине повезло. Получив официальный запрос прецедента, пансионат решил дело полюбовно. Спасибо большое за ваш репортаж. Буквально две минуты назад мне пришли деньги в том объеме, в котором я указала. После выхода статьи прецедента и публикации в других СМИ работой пансионата заинтересовалась прокуратура. Прокуратурой Октябрьского района организована проверка по появившейся в СМИ информации о ненадлежащем содержании пенсионерки в пансионате для пожилых людей. Прокуратурой района будет дана оценка качеству предоставляемых услуг требованиям законодательства, а также жизни и здоровья постояльцев. Анна Карпова временно поместила отца в филиал долголетия на улице Грибоедова, чтобы мама немного отдохнула. Примечательно, что сразу после помещения в пансионат родным не удастся приехать. Заказчикам говорят, что нужно переждать карантин от 10 до 14 дней. Выдержав этот срок, Анна отправилась к отцу без предупреждения и ужаснулась. Ну, во-первых, нестерпимый запах испражнений такой, что, извините, слезились глаза. И когда я увидела своего отца в этом состоянии, я впала практически в шок. У меня было в голове только одно, надо срочно ему отсюда эвакуировать, иначе он умрет. Человек лежал на резиновом матрасе, без простыни, постельного белья не было, ни наволочки, ни одеяла. В чужой рваной майке, в, извините, памперсе, который уже переполнен, весь в гематомах, в ссадинах. И он заплакал и сказал мне, дочь, забери меня домой. Долголетие в Новосибирске появилось в 2020 году. Не из ниоткуда. Ранее в городе работала ООО «Ремели». О «Ремели» в Новосибирске заговорили после череды смертей, о которых стало известно в 2023 году. Под вывеской «Ремели» на «Инской-39» работала ООО «Гармония». После побоев в этом пансионате умер ветеран Великой Отечественной войны Иван Ларионов. Он был обросший. Весь в кровоподтеках. Какой-то изможденный весь. Ногти длинные, грязные. После смерти Ларионова следователи завели дело об оказании услуг несоответствующим требованиям безопасности. В суде Октябрьского района сейчас рассматривается уголовное дело Елены Наумовой, управляющей ООО «Гармония». Представитель дочери Ивана Ларионова считает, что сеть пансионатов организовано так хитро, что отвечают за все статисты, а не бенефициары. Намеренно создана такая схема, не совсем добросовестная, для того, чтобы в случае наступления вот таких чрезвычайных происшествий максимально запутать юристов, максимально запутать потребителя, правоохранительные органы и, как говорится, чтобы вот эти вот концы бенефициару, так скажем, не привели вот к этой темной лошадке. В долголетии подчеркивают, с условием договора заказчики ознакомлены, в том числе и с порядком возврата денег и первичным карантином. Сейчас долголетие работает в Новосибирске, Перми, Ульяновске и Омске. Планируется открытие пансионатов и в других городах. Редакция вернется к этой теме после завершения прокурорской проверки.